итак здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые радиослушатели радиостанция сангейс продолжает цикл передач о непознанном об интересном о загадочном так у нас в эфире терра инкогнито за при просто прекрасным замечательным человеком специалистом борисом увайдом который нам сегодня расскажет кучу всего интересного и познавательного про такую серьезную планету наверное главную на солнечной системе о солнце и так борис сегодня у нас в эфире он любезно согласился выйти сегодня в эфир и рассказать нам эту интересную информацию которая собственно говоря очень играет большую жизнь роль в нашей жизни здравствуйте здравствуйте уважаемые радиослушатели мне очень приятно сегодня с вами поговорить о теме которая называется гелиотерапия и искусство исцеления всяких болезней солнца так вот если взять и посмотреть насколько насколько в настоящее время люди как бы заблудились и отклонились от истинного лечения которое называется гелиотерапия которая применялась практически во всех временах еще древних цивилизациях такие как древний египет вабилон сирия дальше древняя греция вот в риме в риме вот этих самых как его во времена спартака на аренах воды до того как выпустить этих гладиаторов они принимали солнечные ванны и объяснение очень простое укрепляется весь организм повышается энергия иммунная система мышцы становятся сильнее вот для того чтобы люди бились и как бы на смерть и чтобы была энергия биться то есть это полезно как я понимаю это полезно да значит с точки зрения физиологов уже профессоров медицины современных когда солнце бьет на кожу а расширяется капилляр кровь это есть как бы медиатор между клетками внутренними органами и всеми системами кровь переносчик всех питательных веществ каких веществ жиры белки углеводы минеральные соли микроэлементы макроэлементы гормоны электролиты и вот представьте себе капилляр 7 8 микрон очень тоненький да тонче чем волос и как волосы и вот представьте себе вдруг вот эти миллиарды капилляров расширяется когда солнце бьет на на кожу и клетка начинает питаться этой энергией мало того чтобы сама сама солнечные лучи имеет колоссальное количество энергетического статуса вот нет ничего выше чем солнечные лучи когда бьют на кожу вот поэтому все ученые европейские среднеазиатские ученые они использовали солнечные лучи в различных различных заболеваниях включая туберкулез так вот когда я работал в ташкенте самая большая клиника союза ссср на 400 коев это дерматовенерологическая урологическая клиника была построена после землетрясения вот и мы применяли и солнечные лучи то есть геотерапию и искусственные солнечные лучи это кварцевое влучение любые врачи допустим в россии еще 50-60-х годах 70-х годах и физиотерапевтических поиклиник а также санаторных курортных этих лечебницах применяли геотерапию значит я хотел коснуться того что вот в санаториях при лечении туберкулезов это было одно из самых прогрессивных видов лечения которая давала практически отличный результат и эти санатории были значит в горах высоко в горах вот и хочу отметить еще что такой замечательный ученый как поль брек который болел туберкулезом вылечил себя значит ну комбинированное лечение включая гейлер терапию высоко в горах севастян к ней великий лекарь который вылечил крупнейшего миллионера того времени ротшильда и сейчас ротшильды вообще серьезно так вот это первый ротшильды еще 120 лет тому назад по моему он заболел значит у него был и рак у него была язва там всякие болезни он дал объявление в газету в америке это было или в европе уже не помню ротшильды по моему они жили в европе так вот никто не мог взяться и никто не мог ничего ответить и ему посоветовали уехать к севастиану к нейку он был и священник и лекарь вот и он там лечебности устроил естественно широко применял гейлотерапию и значит гейлотерапия сочетание с лечением травмами и водолечением гидротерапии ротшильд полностью вылечился то есть только благодаря солнышку и водичке как бы то есть народным каким-то абсолютно простым вещам да лекари всегда применяли комбинированные методы это лечение водой лечение фитотерапия это лечение травой лечение солнца называется гейлотерапия и еще упражнения и это в горах понимаете вот почему потому что вот допустим в лос-ангелосе эпидемия раковых заболеваний вообще по всей америке почему потому что не хватает витамина d так вот когда солнце бьет на кожу вырабатывается витамин d 80 процентов и витамин и вот все жироспоримые витамины они вырабатываются по действиям солнечных лучей так нас создал бог а вот скажите пожалуйста извините я вас перебью просто потом забуду вопрос важный вот ученые разделились на два лагеря одни говорят что витамины искусственные это чрезвычайно полезно вторые говорят чрезвычайно вредно а вот витамин d его же можно принимать как я понимаю и искусственно но кто-то говорит да кто-то нет ваше мнение как человека который не понаслышке знает как это все внутри у нас работает как человека который практикует не только нетрадиционную медицину но и кто разбирается вполне в традиционной медицине вот очень важно ваше мнение про витамины потому что многие люди они задают этот постоянный вопрос про витамины все-таки пить или не пить тот же витамин d вот молоко есть да с витамином d вот у нас в америке вы прекрасно знаете есть молоко с витамином d это как как вы к этому относитесь к такому я искусственному витаминизирование смотрите все искусственно это навязанная пропаганда вот так вот искусственных витаминов в природе не существует а я знал я знал это просто миф понимаете выдумка так что же делать витамин d значит витамин d значит смотрите если витамин d не вырабатывается то иммунная система уже разбита и это никак человека не вылезет значит 20 процентов люди должны знать что витамин d находится в жирной рыбе да в авокадо во всех жирах рыбий жир вот селедки значит и во всех орехах да витамин d вот в семечках значит вот смотрите но только 20 процентов 80 процентов значит витамин d находится превращается из холестерола по действиям солнечных лучей витамин d значит вся эндокринная система не может работать правильно вот если не хватает витамина d получается остеопороз это главная причина и там не вырабатывается гормоны пара щитовидной железы и поэтому кальций не усваивается тоннами принимать и ничего не получится а все искусственные витамины и гормоны вот этот витамин d это уже гормональный витамин витамин d он разрушает почки вот так вот и естественно люди должны сознательно это знать но я хочу сказать что каждый не должен принимать то что я говорю на веру благодаря интернету он может сделать обследование понимаете ну да и сам сделать заключение потому что много говорят много пишут много это и так далее но кому это выгодно ну тем кто их производит и продает это же бизнес у них все деньги я нанимаю допустим ученого какого-то университета да дорог федерский институт плачевым и говорю напиши мне статьи визит а по себе искусственного витамина d и все в обмен на гонорар конечно так это и работает ну на самом деле ну солнце это как электрический ток значит ребенок не знает что такое электрический ток и он смело может взяться за электрические провода и его может убить вот взрослый этого не сделает потому что он понимает что такое электрический ток а вот так и солнце да солнце может разрушать солнце может вредить а также солнце можно восстанавливать здоровье значит надо знать когда принимать солнце как принимать солнце и где принимать солнце вот так вот то есть это целая наука на самом деле как брать солнечные ванны и когда это полезно когда это вредно ведь солнце может быть не только полезным оно ведь может не только лечить но оно может и разрушать очень даже легко я же говорю что солнце как электрический ток ну да обыватель или глупец он ничего не понимает а вся эта пропаганда основана на том что солнце вредно и все дети малокровны значит мои дети вот они учились там и так далее и так мозги брейнвош сделали что они малокровны были много лет и я не мог на них подействовать они мне с первого рта доказывали что солнце вообще вредно они у вас тоже врачи да я понимаю так нет нет мои дети не врачи но мне понадобилось очень много усилий понимаете когда человек брейнвош ему очень трудно объяснить получается все говорят одно и то же солнце вредно солнце вредно и получается но они принимают это как за чистую манеру я сам от солнышка прячусь я думаю что это вот там радиация все такое очень распространенный термин солнечная радиация разрушает вашу кровь знаете вот везде Америка об этом говорит постоянно прячьтесь прячьтесь особенно в белоруссии украине там чернобыльская аэс и все такое да какой то был такой Кевин Труда знаменитый человек он не был врач как он пишет в своей биографии был врачи хотели его залечить его сердечные проблемы и ну высший профессор известный человек был он работал святая святых медико футендерат администрировщ знаете ли да вот и естественно он был известен и он часто он бизнесмен стал он был очень крупный бизнесмен так вот он он понял с кем он имеет дело понимаете вот медицина и бизнес да медицина не столько искусство и наука и исцеление превратилась в бизнес ну да к сожалению притом бездушный бизнес ну да уж ну потому что цель то не вылечить а заработать вот и поэтому он понимая это уехал в Мексику а там альтернативные деньги я там работал 12 лет и своими глазами видел как исцелять рак особенно рак позже и притом не на 3-5 лет а навсегда ой расскажите пожалуйста про это нашим уважаемым радиослушателям весьма это интересно вот я сейчас получаю смс от наших уважаемых радиослушателей кстати я напомню тем кто нас сейчас слышит что у нас в прямом эфире на радиостанции Сан-Гейтс Борис Увайдов человек который знает все или почти все про то как функционирует наш организм и что для него полезно а что вредно докторами традиционных наук и еще куча всяких регалий которые пускай наш замечательный собеседник сам назовет а я сейчас назову телефон нашего прямого эфира 847-226-9956 звоните нам пожалуйста в студию и задавайте замечательному нашему доктору Борису Увайду свои вопросы потому что человек очень одарен и всей своей жизнью доказал то что человек может все и вылечиться в том числе не прибегая к тяжелым каким-то там наркотикам скальпелем что природа создала все правильно Борис я рассуждаю это верно а вообще мы дети природы вот смотрите как компонсируют мозги людям древние греки жили по 150 по 200 лет тяжело поверить а вот спросите обувателя нашего сколько жили там древние греки 30-40 лет я говорю а куда ты это взял они дышали чистым воздухом есть первозданные продукты питания дышали чистейшим воздухом и дышали 30 лет а вот мы своей цивилизацией продлили жизнь на 70-80 лет но какое качество жизни это первое второе переполненные больницы везде везде рак рак эпидемия рака так я ему говорю жители Хадзе до сих пор живут по 120 лет и жители велкобанов живут по 120 лет вот это это уже факты то есть ученые едут туда и наблюдают как они живут чем они питаются чем они дышат какой образ жизни понимаете вот так они ничем не болеют у них нет врачей работают только травматологи так вот люди умирали от ран потому что воевали были воины понимаете да как можно манипулировать статистики которые борисы у нас поступил звонок смс от веры страусова из израиля она спрашивает как можно победить рак и вообще что такое рак не с точки зрения научной медицины а с точки зрения нетрадиционной медицины И какие есть основные способы для того, чтобы им, скажем так, не заболеть? То есть, предболезненная ситуация, как это можно остановить или предупредить? Значит, был такой ученый, Павел Арион, он написал 12 книг. Это международный ученый, профессор диетологии и натуропатии. У меня все книги его есть, я перечитал. Это был гениальный человек. Вот, он умрёт уже. Так вот, я хочу еще сказать. Он написал при Никсене, когда Никсен добавил много миллионов долларов, чтобы остановить рак. Он написал ему письмо во времена Никсена, что зачем вы тратите столько миллионов долларов на научно-исследовательские разработки и так далее. Уже известно, давно научно доказано. И он там приводит где-то 50-60 причин, почему развивается этот рак, почему такое эпидемия и так далее. Он говорит, не надо. И говорит, я потратил там 22 центра, вот, написал там все 50-60 причин, которые вызывает рак. И отправил ему письмо. И что же там были за причины, что же там было в письме? Вот я, вот, работаю 12 лет, сейчас со всеми знаменитостями и Европы, и Америки, и Канады. И я все секреты забрал оттуда. Вот так вот. Вот так вот. Я единственный русский врач, который собрал все эти секреты и написал 5 книг. Одна из них победа над раком. Вот там и все можно прочитать. Как не заболеть раком, а если заболел, как вылечить раком? Без единой таблицы. То есть, Борис, вы у вас такой единственный русский врач, который действительно, в принципе, разобрался в моменте такой болезни страшной, как рак, как раковая опухоль. И вы нашли, в принципе, панацею, правильно, как я понимаю? Да, эта книга можно прочитать и на русском, и на английском, она продается на Амазон. Давайте еще раз делаем анонс. Книжечка называется «Как победить рак», правильно? Нет, нет, «Победа над драком». «Победа над драком» Борис Увайдов. Запомните, пожалуйста, уважаемые друзья. «Победа над драком» Борис Увайдов. Книжку можно приобрести в Амазоне, в сети интернет. Да, там у меня псевдоним. А, тогда скажите, что люди знали. Рафаэл Феррара. Рафаэл Феррара. Хорошо, и так, уважаемые друзья, кому это интересно, пожалуйста, приобретаем книжечку. Вот, а мы дальше разговариваем с уважаемым врачом, профессором Борисом Увайдовым, человеком, который знает все или почти все про как традиционную, так и нетрадиционную медицину. Радиостанция «Сангейтс» ведет программу Владимир Гершанов. Еще раз напоминаю вам, телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Итак, Борис, продолжим. Скажите, пожалуйста, вот как же правильно принимать солнечные ванны? Вот люди сейчас ездят часто отдыхать, как раз сезон, скоро вообще будет бархатный сезон, и начнется в России, там, начнется Египет, Турция, а в Америке это Флорида. Да и вообще сейчас вот у нас, например, даже на Мичигане уже хорошая погода, уже можно загорать, и очень многие люди ездят, загорают. Как же правильно загорать? Что же нужно делать, чтобы эти солнечные ванны были полезны, а не навредили нашей коже и, не дай бог, нашему здоровью в плане каких-то раковых, не дай бог, опухолей? Значит, есть такая замечательная книга, Миссель Ли, написал доктор Горгон. Он вот именно ездил туда, жителям Ханза, и наблюдал много лет, он с женой там жил, который живет по 120 лет. У них совершенно другая диета, и они никакого масла не принимают вообще. Масло? Самое масло – это яд на настоящее. Само масло, если правильно его отжать, положив в темный сосуд, представляет как целебную ценность, как лекарство. Но современное масло, которое делается совершенно по-другому, про химическую функцию, и уничтожает при пастеризации все необходимые живые витамины, микро-макроэлементы представляют уже яд, потому что он пропускается дважды через химические элементы. И вот эти все растительные масла, которые продаются, когда принимаются внутрь, с пищей, создается таксистический элемент, просто гландин, который в большом количестве, вырабатываясь в организме, под действием солнечных лучей, уже создает биохимическую реакцию, которая создает преградовое состояние. О, ужас. Иными словами, вы не рекомендуете принимать в пищу масло, которое, скажем, очищенное, и вот таковое оно все красивое в бутылке продается. Ну, то есть, производственным путем масла вы не рекомендуете принимать в пищу, правильно? Да, даже если это не противничено, ее следует принимать в пищу вообще. Не следует? Не следует, потому что есть целебные масла, которые нужно принимать между едой или отдельно от еды, ну, в зависимости от проблем. Так? Вот горчичное масло, конопляное масло, льняное масло, да, это целебное масло. А оливковое? Оливковое масло. Оливковое масло, смотря где, вот арабские, оно такое зеленое, любое масло, когда, значит, выдавливается, да, вот это, допустим, оливки, да, выдавливается, сразу нужно класть в темный сосуд, чтобы не было окисления. Потому что, когда окисляется масло, оно получается прогоркость, горькое. Это же, чтобы горечь убрать, они пропускают через химические фильтры. Понятно. Которые являются раком, раковым образованием. Так вот, есть хорошие масла, так, оливковые и так далее, все равно они должны готовиться и не должны принимать. Так вот, когда солнце бьет на кожу, вот, допустим, вы съели, да, что-то, с маслом. Так. У вас уже предраковое состояние. Там получается биоэкемическая реакция, которую вырабатывает вот этот вот токсичный элемент. И когда солнце бьет, оно обжигает, получается, как бы краснота, вот, красная кожа. Вот это предраковое состояние. Это может давать последствия рака кожи. Если этого не будет состояния, никогда рака кожи не будет. Иными словами, вот дайте четкую, конкретную рекомендацию. То есть, вот я вот хочу пойти и позагорать на пляже. То есть, что мне для этого нужно сделать? То есть, использовать ли мне крема какие-то? Или просто не есть салат с маслом? Во второй книге «Восстань, проснись и озадоробись», вот, там я пишу о том, вот, технику, как применять геотерапию солнечные лучи. И это надо очень осторожно. Современный человек сразу не может пойти и загорать, он отравлен. Так вот, смотрите, солнечные лучи не дают рак. Солнечные лучи, когда вы обучаетесь, ускоряют выявление рака из крови на коже. То есть, предраковое состояние, когда раковые клетки уже находятся в крови, в каком проценте, у каждого по-разному. Так вот, солнце быстрее выявляет рак. Не солнце – причина рака, а отравленный человек вот этими ядами и токсинами, которые идут у него через кожу, через воздух, через воду, через вот эти токсичные продукты, которые он потребляет. Фастфуд, да? Вот эти сосиски, колбасы. И современный человек, как сказал профессор Столесников, за 40 лет у него половина веса уже ядов. Ужас какой. Уже переполненные этими гноем и отравлением. И когда солнце бьет, уже предраковое состояние есть. И это выявляется прямо быстрее. Вот и все. Так а что же делать? Вот конкретную рекомендацию какую-то нашему уважаемому радиослушателю, Борис, выпишите, как врач, со стажем. Как девочкам загорать вообще на пляже? Они же боятся теперь этого солнца, они же теперь будут бояться вот этих красных пятен. Что бы вы посоветовали? Так вот, прежде всего, нужно очистить организм слабительным. Есть разные категории слабительные. По весу, по состоянию и здоровью я выписываю в зависимости от того, что вижу. От кастрового масла до коры, крушины, там жостер есть, есть солодка. Разные есть виды слабительного. Так вот, сначала надо прочистить кишечник и желудок. А сливовый сок можно использовать, например? Соки, да, можно использовать, только свежевыжатые, не то, что продают. А консервированный, нет, нельзя сливовый сок использовать? Вот продается специально медицинский консервированный сливовый сок, который дают, например, женщинам, которые при родах, в госпиталях дают такой вот сок специальный. Да, можно его. Итак, мы выпиваем, значит, этот сок и чистим кишечник, правильно? Совершенно верно. И это где-то до того, как вы выйдете на солнце, нужно очистить как следует кишечник. А чем чище кишечник, тем чище кровь. А как спиртное влияет вот на этот момент? То есть, солнце, загар, спиртное, потому что, знаете, многие люди, особенно в России, они отдых как представляют? То есть, они пришли на пляж, и они там, собственно говоря, разогреваются, а потом уже загорают. То есть, что вот вы по этому поводу можете сказать? Как взаимодействует солнце, спиртное, там, чистый воздух, море? Знаете, вот любое спиртное, включая пиво, да, это нагрузка на печень. Конечно, разумеется. И, естественно, печень напрягается, и подживучная железа, естественно. И если человек чем-то болен, он еще будет больнее. То есть, это только ему во время. Солнышко усугубляет алкогольное опьянение, правильно я понимаю? Да, да. Как бы расслабляется, односторонное. Вообще, солнечные лучи, они расслабляют. Антистрессово действуют. Потом, значит, время надо знать. Значит, утреннее время хорошо. Допустим, если это где-то полюшен, где-то очень загрязненный воздух, то маленькая польза вообще. Потому что витамин D вообще все солнечные лучи. Их 7, да? Вот 7 лучей. Инфракрасные, ультрафиолетовые и так далее. Так вот, эти лучи, они не проникают до кожи вашей. Поэтому лучше всего принимать солнечный загар там, где чисто. Чистый воздух. Так что, славеда, это самое лучшее, благоприятное в Америке. Потому что расстояние между Землей и Солнцем самое короткое. И там другие солнечные лучи, очень целебные. То есть, вот на океан, если, например, поехать на океан, на пляж, на какой-то флоридский пляж, это, в принципе, работает как положительный результат. Потому как, ну, во-первых, океан сам по себе, он достаточно чистый, да? И воздух хороший морской. А, во-вторых, солнышко там такое правильное. Наверное. Так вот, настолько мы, ну, как бы, загрязнены, зашлакованы и отравлены, что действительно врачи пишут правильно, что Солнце очень вредно. И поэтому я пишу в своей книге, что нужно очень осторожно обращаться с Солнцем. Допустим, после очистки, вот, зная биохимические процессы в крови, в клетке, сначала одну руку, носок, потом другую руку. А как же это технически сделать? Я даже вот не представляю, это под зонечком надо лежать. Смотрите, вот есть существует гелий-терапевты, это еще сто лет тому назад они разработали эту схему. Это же не моя схема. Как интересно. Вот, потом две руки, две ноги, потом туловище, допустим, спину, потом грудь, а потом уже полностью можно загорать. То есть по частям не давать солнышку все тело облучать сразу, правильно? Да, да, для современного человека так. А как же это вот, ну, вот технически сделать? То есть сначала одеться и там одну руку высунуть, потом другую, да? Совершенно верно. Потом ноги, то есть а потом полностью уже раздеться и принимать. И сляпу одеть, знаете, да? Сляпу, да. Хорошую. И даже намочить, может быть, голову так, чтобы не нагревать ее слишком. А вот есть у нас еще звоночек из Архангельска. Анатолий спрашивает. Уважаемый Борис, расскажите, пожалуйста, про глаза и солнце. И как солнце влияет на глаза? Можно ли загорать человеку с плохим зрением? И как это делать правильно? Спасибо. Есть такой сайт, веб-сайт, создатель.org.ru. В этом, значит, сайте, это уже более 20 лет, как один неграмотный человек, шофер под именем Фархад Ата, получил сверху информацию о том, как излечиваются болезни. И его сайт называется «Жизнь без таблеток и болезней». Неграмотный в смысле, не умеющий читать и писать, правильно я понимаю? Нет, просто он был шофером. Ну, грамотный он знал, как писать, читать. Ну, просто шофер был. Я понял. Он неграмотный, да? Правильно, родитель. То есть, нет высшего образования, да. Да-да-да, я понял. Но по гениальности он выше любого ученого в области здоровья. То есть, ему просто открылся канал, да? Да. С информацией. Да, он создал систему. В этой системе участвуют 4 вещи. Первое. Это он, значит, его ученики издают журналы. Звезда, звезда вселенной, по-моему. Вот. Более 100 журналов. Эти журналы, когда ты читаешь, устраняются негативные энергии. И все, что вообще все болезни, это негативные энергии. Клетка. Она насыщается этой негативной энергией. Вот. У нас же есть еще тонкие тела. Ну, конечно. Это, кстати, целая отдельная тема. Я думаю, вы нам ее как-нибудь осветите. Правильно? Да, совершенно верно. Так вот, читая журналы, вы меняете свое сознание. Не поменяя сознание, вы не поменяете свои дурные привычки. Не поменяя дурные привычки, вы никогда не восстановите здоровье. А что значит читая журналы? Эти журналы меняют сознание. Они говорят истинно. Это оккультная наука. Знаете, да? Конечно. И вот он как-то, это оккультная древняя наука, которая десятки тысяч лет уже существует, перевел как бы на современный язык. А какой именно оккультной науке мы говорим? Это каббалистика? Это что именно? Визардика? Это эзотерическая наука. Окей. Это парапсихология. Да? Это надпсихология современной. То есть выше парапсихологии. Да, я понимаю. Так вот он как бы на современный язык. И вот уже, ну, уже вылечилось за 20 лет более 10 миллионов. Я лично участвовал. И у меня эти журналы есть. Я всю эту формулу, всю эту наизусть знал. И были, приехали ученики. Он это создал. Он уйгур сам был. В Казахстане 2,5 часа от Алматы. Там был его, как бы он говорит, там это как бы второй Иерусалит, пункт земли. Там высшие энергии. И действительно, люди приезжают туда со всего мира исцелиться. А от чего он исцеляет, извините, еще раз? Имеет значение какая болезнь. Как самый гад. Энергия негативную меняет на положительную. Меняется сознание. Увеличивается энергия. Вот. У него там чай есть. Чай состоит из трех элементов. Значит, соль, черный чай и молоко. А почему не зеленый, почему черный? Ну, вот он такая формула сделает. И когда ты читаешь формулу, формулу, это жидкость, это уже не молоко, это не соль, это не чай уже, а это уже энергетическая жидкость, которая способна исцелять людей. Ну, а о формуле вы говорите как о мантре или заклинании, правильно? В данном контексте. Да, да, как заклинание. Ты говоришь, что по чиселу к степи, ты заряжаешь, ты заряжаешь эту жидкость положительной энергией. И когда ты говоришь это, вот эта энергия, это как бы, ну, как бы божественная что-ли энергия, она заряжает эту жидкость. И когда... Борис, а вы это чувствовали, да, на себе? Вы это имели такой опыт? Конечно, конечно. У меня была депрессия в это время, страшная. У меня была нейрология, знаете, что такое? Кисленные боли. Меня продуло в минеральных источниках. И если бы был кистолет, я бы застрелился. У меня была такая депрессия. Так вот, вот эта система выбрала меня через неделю уже. А вы приехали, наверное, в таком негативе к нему, то есть думали, очередной шарлатан, нет? Нет, нет, я просто знал, я в журнале прочитал. Я сам стал... А что за журнал? Вот вы постоянно говорите о каком-то журнале, я это никак не могу понять. А что за журнал? Ну, понимаете, «Звезда вселенной» называется. Этот журнал продается только в Москве. Вот, учениками, через учеников все это. Так. Вот. Ну, называется эта система, значит... Так я... Вы мне задали, я еще не ответил. Да, да, извините. Так вот, четвертый элемент этой системы – это смотреть на Солнце до трех минут. Значит, глазами. После произнесения формулы вы смотрите спокойно в любое время на Солнце, какой бы оно ни было сильным. Я это проверил. Это как бы сверхъестественно получается. Но факт остается фактом. Я смотрел в любое время. А до этого я смотрел на Солнце, это уже через сан-йога, индусские, значит, эти йоги, они же это древние, да, смотреть на Солнце, получать энергию. Вот интересный факт, когда вы загораете, вы принимаете 5% солнечной энергии через кожу. И отлично вырабатываются эти витамины, жироспоримые витамины из холостероба. И 95% когда вы смотрите на Солнце. То есть через зрачок. Вот когда Солнце проникает через зрачок, там имеется эпифиз, такая железа, как виноградинка, середина мозга, да. Которая отличается очень многие вещи, именно даже парапсихологические, ну и вообще за работу всего мозга-то на самом деле. Вот. Вот такая получается вибрация, да, прилавляется этот свет на 7 разных частей. И эти лучи, один идёт прямо на сетчатку глаза и восстанавливает глазное кровообращение. Значит, в высшей степени правильно лечить глазные болезни солнечным светом. И у меня там ролики есть, каждый может послушать. Лечение глаз солнечными лучами. Вот я знаю, что раньше в старину, в России, даже специально в домострое есть такой момент, когда детей отправляли на улицу на час. Считалось, что солнышко заходит в глаз, вот бог Ра заходит в глаз, и в течение часа вот эти лучи правильные, как бы, да, они очищают кровь от всяких бактерий, микробов, и что вот эти солнечные лучи не убивают как раз микробы. Это правда? Ну, конечно. Это же самое высшее антибиотик, антисептик. Вот так вот. Дезинфицирует, уничтожает все болезнетворные микробы. Так вот, вот Кевин Труда, он в одном из статей написал, что правильное питание солнцевых движений может уничтожить 80% всех заболеваний, включая рак. Ничего себе. Вы же сейчас разрушаете традиционную медицину, вы понимаете, что все врачи мира будут вас тихо ненавидеть за это. Дело в том, что даже если я буду 24 часа говорить об этом, да, все равно люди так заберены, что они не поверят мне. Я не конкурент. Я понял. И говорить все равно, это как бы в клетке уже, эта заберенность остается. То есть вас просто они назовут тихим сумасшедшим и будут дальше продавать свои таблеточки дорогие. Это верно. Тяжело. Но если один процент поверить, это хорошо. А что такое один процент? Нет, ну, понимаете, один волос в супе это много, а один процент это земли, это тоже очень много. Ну, кто нас слушает? Какой вы процент? Ну, сейчас человек 400. Ну, один процент, сколько это было? Ну, нет, нас один процент на земле не слушает сейчас. Сколько она не будет, да? Без как был, так и будет. Но 400 человек послушают, 200 примут к сведению, 100 попробуют, а 50, возможно, излечатся, так что все равно не зря мы это все делаем. А если они поверят, у них нет знаний, как начинать? Они у вас книжечку приобретут и будут знать. Да, это пожалуйста. Это свободно, это можно и практически нет никаких запретов. Каждый может продавать, да? Хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что вы находитесь в прямом эфире радиостанции «Сангейтс». С нами замечательный доктор, врач интернет-радиционной медицины, профессор доктор Увайдов, Борис Увайдов. И наш прямой телефон 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, в эфир, присылайте нам смс-ки на этот же номер, пишите в скайпе, как вы замечательно пишете, уважаемые друзья, и задавайте нашему прекрасному доктору и очень, кстати, вот как сказать, смарт по-русски, очень продвинутому доктору, который на своей жизни доказал, с помощью своей жизни доказал, что все его постулаты и формулы работают. Итак, хочу спросить у вас, Борис, а вот эта формула, о которой вы постоянно говорите, которая превращает чай в целебное, как бы, зелье, Что это за формула такая? Вы поведаете нам, или это нужно читать? Я могу наизусть вам произнести ее. Так, давайте попробуем. Аля Нинана, создатель пархатата, Вот эта формула, она как бы расшифровывается. Значит, это фархатата, это его имя, Нинана, это его жены, Значит, число 8, это их семья вся, работает на исцелении, вся их не семья. Вот, значит, 37 это рождение, год рождения его, 40 это год рождения его жены. Аля, я за селены, если у нас селена, если у нас селена, значит, селена на вселеной, это и есть селена. Аля, я за селена, селена, это выше над уровнем вселены. Вот эта энергия как бы открывается, и когда вы говорите это как бы заклинание, да, вот эта энергия напомняет и энергизирует вот эту жидкость уже. Чай, молоко, соль. Когда вы говорите эту формулу, вы по часовой стрелке. По часовой стрелке вырабатывает положительную энергию. Прочистит собой стрелку, наоборот. Так вот, болезни это и есть отрицательная энергия. Это и есть страх, это и есть волнение, неразрешенные проблемы. Это какие-то, ну допустим, любые отрицательные эмоции, да, не только страх, а ненависть, злоба, зависть, это все отрицательная энергия. И когда эта отрицательная энергия входит в наши клетки, получаются всякие болезни, включая рак. Кстати, вот рак в груди, вот у женщин, да, это обида, вот, это обида, зависть и непрощенные какие-то эксцессы. Это ненависть. Вот, 50% уже доказано, что рак это и есть агрессивная энергия. То есть, если человек живет спокойной, доброй жизнью, радуется этому миру и несет свет, он никогда не заболеет раком. Правильно я понимаю? Да, один ученый написал книгу «Счастливые люди мало болеют раком» или «Не болеют раком». То есть, ну рак это кармическое вообще заболевание, это же, ну как бы, не просто так рак заработает. Есть разные причины, я там рассказываю, всякие причины. Есть физиологические причины, есть психологические причины, есть энергетические причины, разные причины есть рак. А еще вопрос, если вот заклинание написать самостоятельно, то есть, если не брать вот эту формулу, а составить по смыслу, например, самостоятельно, то есть, оно будет работать в таком варианте? Да, это когда вы читаете заклинание «Любая жизнь», включая в воду, да? Вот, это не полезная информация, Борис, спасибо, ну, говорите, говорите. Вот эта вода записывает, как все на пленку, любую информацию. И когда вы ее пьете, эта информация, проникаясь этой энергией, или положительная и отрицательная, работает или на здоровье, или против здоровья. Поэтому воду нам нельзя покупать в магазинах. Почему? Потому что даже мысли записывают в воду. Я говорил в тот раз, надо или протепетить воду, или заморозить ее, помните? Да, да, да. И ни в коем случае не смотреть телевизор, там, грубо говоря, с бокалом вина, пива, там, или просто, чтобы перед телевизором стояла вода, которую потом мы пьем. Ну да. Это же все информация, правильно я понимаю? Конечно, информация. Все записывается. И эта агрессия, она будет у вас в плетах, в крови. Но я вот даже проводил эксперимент, я сам занимаюсь эзотерикой, 20 лет может быть немного, но вот есть вот такой экспириенс. Я проводил эксперимент, включал фильм ужасов и включал богослужение христианское на два экрана с одного компьютера, и ставил две вазы с водой. И вот там, где фильм ужасов шел, покупал два одинаковых цветка, две одинаковые розы абсолютно в одном магазине, из одного, как бы, ну, из одного букета. И ставил потом эти розы, одну вот в воду, которая просмотрела фильм ужасов, а другую розу ставил туда, где было христианское церковное богослужение. Я вам хочу сказать, роза, которая фильм ужасов, как бы, впитывала через воду, она имела деформацию, она не просто завяла, она как уродливой стала. То есть, там листья стали гнить, то есть, ну, было видно, что есть конкретное воздействие. А там, где была вода заряжена богослужением, эта роза постояла неделю. То есть, вот такой эксперимент я лично сам проводил. Я его даже записывал на видео, то есть, чтобы, если люди будут говорить, что я выдумываю, у меня есть, что показать им. Вот в чем дело. Да, в общем-то, это уже доказано в эзотерике, вот, звук имеет большую силу. Конечно. Вот вы говорите, и вода записывает все. Не только звук, а картинка тоже. Вода же снимает и картинку. Совершенно верно. Вода снимает и картинку. Вот это японский ученый нам доказал силы воды. Вот, там, где любовь, там, где жизненные эмоции, кристаллы воды красивые очень. А там, где, допустим, проклятие, там, где всякая отрицательная энергия идет, да? Там очень некрасивые кристаллы воды. Вот эти красивые кристаллы воды напоминают снежинку. Кристаллическая решетка, форма снежинки. Наверное. Поэтому люди должны уже осознавать и понимать, что, значит, жизнь и смерть на кончике языка. Это у меня есть, я записал ролик один, да? Это перевеска. Жизнь и смерть на кончике языка. Не только что ты говоришь, как ты говоришь, зависит твоя жизнь, будущее. То есть мы программируем свою жизнь сами? Совершенно верно. Вот вы говорите, а там где-то записывается, да? В стернатоспеек. И вот это получается руковое притяжение. Равное притягивает, равное. Равное кует, равное. Вот как вы думаете, так и получится ваша судьба. Как вы говорите, так и получится ваша судьба. Я вам даже пример приведу. Вот у меня есть один знакомый, он постоянно жалуется на жизнь. Вроде все у него хорошо, а вот он жалуется, жалуется. И знаете, вот на что он жалуется, то он всю дорогу и имеет. А есть другой человек, он может быть не такой состоятельный, как тот, который жалуется. Но он говорит, у меня все хорошо, у меня все замечательно. Я счастлив. И знаете, он счастлив. Независимо от того, что вокруг него происходит. Как-то вот все обходит его стороной. И я, да, я сделал такой вывод сам для себя. И хочу нашим уважаемым радиослушателям тоже это сказать, что, господа, будьте счастливы. Говорите приятные вещи. Распространяйте благопристойную ауру вокруг себя. И тогда вы сами будете здоровы и красивы, и молоды, и счастливы. Правильно, Борис? Совершенно верно, Владимир. Хочу делать заключение еще. Да, да, да. Есть заключение. Человек есть то, что он думает в сердце своем. Вот. Правильно? Вот как ты думаешь, так и будет его жизнь. Если он жалуется, он будет постоянно жаловать, и это будет только накапливать. Его жалобы будут увеличиваться. А как поступить в этом деле? Надо ему дать гипноз, поменять ему мышление, вот эту коробку. Как и компьютер, знаете. Программа поменяет, программа. Я этим занимаюсь. Сто процентный успех. Если только человек в трассе, я меняю ему компьютер на наговор. Который уменьшает жить и радоваться. То есть вы программист, походу, вы переписываете его. Совершенно верно. Я спираю. Вот, допустим, даже Сирана, да. Раджи неизвестим, да. По всему миру. Да, конечно. Я, допустим, это просто взял от других ученых. Гипнозов, да, американских. То есть вы это сами придумали, вы это адаптировали в свою практику. Да, я переписывал так, как они говорили. Значит, говоришь ему в трассе, что это ошибка. Никакого рака у вас нет. Вы здоровый человек. Наслаждайтесь жизнью. И все, его сам организм может победить рак. И вы видели такие вот, ну, реальные исцеления? Да, совершенно верно. Я вместе этим занимался. И что, реально клетки рака, они куда-то уходили? Какая стадия рака была? Ну, разные, разные. Значит, смотрите, когда человек знает рак, как и врач, когда, допустим, скажет, у вас рак через полгода вы умрете и так далее. Если он вперед, что он победит, это будет работать уже, компьютер включился, ровно через 6 месяцев он умрет. Ну, да. Что бы он ни делал, что бы он ни принимал, надо это, как бы, вот это вот зомбирование убрать. Понимаете? Поскольку компьютер включил программу на смерть. Да. И если не сотрешь эту программу, это как взрыв, да, получается? Механизм взрывной. Если это не уберешь, никакие лекарства не помогут, ничего не поможет. Вот поэтому надо поменять как бы сознание, для того, чтобы восстановить здоровье. Вот так вот. От любых болезней. То есть, грубо говоря, если человек на позитиве, если человек верит, что он победит эту болезнь, там, с Божьей помощью, или веруя в себя, или каким-то еще образом, то у организма есть шанс на выздоровление. То есть, вы хотите сказать, что нету безнадежно больных, есть просто отравленное и неправильное сознание, и искореженное средствами массовой информации и мировосприятие. Я правильно понимаю? Плюс же шелоков. Ну, конечно. Что мы видим, то мы и есть. Если правильно бьет, но неправильно ведет себя, естественно. Вот. Естественно, на все это можно восстановить. А лучше всего не болеть. Это надо воспитывать правильных детей. С самого начала. Конечно. У нас последний вопрос, Борис, и мы будем уже потихонечку закругляться. Вопрос. Дина из Казани беспокоит. Уважаемый Борис, очень интересная передача. Расскажите, пожалуйста, про вспышки на солнце. Это вредно? И какая защита? Вот такой вопрос. При ввечении солнца, естественно, не выходить на солнце. То есть, вспышки на солнце, когда происходит эта активность, это вредно? Правильно я понимаю? Вредно, да. Ну, это временно. Это не всегда вспышки. Да. Ну, я знаю, что в Индии, наоборот, люди прятались. То есть, не то, что прятались, а вообще, то есть, читали мантры, они считали, что это плохо очень, и они не выходили на солнце, и никакой активности во время вспышек на солнце. Правильно? Правильно, все правильно. То есть, это вредно, иными словами. Лучше, когда вспышки на солнце, вот передают по телевизору, лучше под солнышко не попадать. Точно. Замечательно. Хорошо, Борис. Огромное вам спасибо за сегодняшнее, очень глубокое, как всегда, и правильное интервью, потому что тот багаж знаний, накопленный вами за долгие-долгие годы, он, конечно, отягощает, и, собственно говоря, радует нас тем, что очень многие вещи, наверное, все из того, что вы говорите, они проверены, и спорить с вами сложно, я думаю, не нужно, а лучше приобретать ваши книжки и слушать ваши интервью-выступления на нашем радио Сангейтс, а также в средствах массовой информации, например, на Ютьюбе, у вас, я знаю, тысячи роликов. Ну и если у наших уважаемых радиослушателей есть какие-то вопросы, вы всегда можете нам позвонить по телефону 847-226-9956 или зайти на наш веб-сайт sungatesradio.com либо же найти нас в фейсбуке sungatesradio и написать нам какие-то вопросы, и мы обязательно в следующей передаче в это же время, каждую неделю, передадим Борису эти вопросы, и он, я думаю, с удовольствием на них вам ответит. Спасибо, Борис, огромное за это замечательное интервью. Еще раз напомню, с нами был Борис Увайдов, человек очень глубоких знаний, практик, я бы сказал, именно практик, который с удовольствием делится своими познаниями и открытиями, которые клинически проверены, не побоюсь этого слова, на людях, вот, с нами. Спасибо всем, огромное спасибо, Борис, радиостанция Сангейт, с вами был Владимир Гершанов, до новых встреч, благодарю, до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова